Цены меняются, стоимость товара уточняйте на кассе. Такие вывески сейчас можно увидеть во многих крупных сетевых непродовольственных магазинах. Часто такая информация сопровождается отсутствием ценника на тот или иной товар. И это незаконно, отмечает консультант сектора потребительского рынка Татьяна Кондратьева. К моменту открытия магазина персонал весь ассортимент обязан переоценить, чтобы покупатель на каждый товар мог видеть ценник. Чтобы навести порядок, ну, наверное, нам всем вместе нужно, безусловно, об этом говорить. Если мы увидели отсутствие ценника, обязательно обращаемся в первую очередь к администрации магазина и указываем им на этот факт, что у вас нарушается закон о защите прав потребителей, вы не предоставили ценник на товар. Если руководство магазина негативно отреагировало на ваши замечания, то следующий шаг – отправить свою претензию с прикрепленным фото или видеоматериалом на официальный сайт Роспотребнадзора. Есть раздел «Обратная связь» и туда уже факты нарушения, где четко уже можно будет только идентифицировать обязательно продавца, а не вот безликая полка, где просто нет ценника. А так достаточно объемный, может быть, короткий видеосюжет, либо полноценная фотография, где четко можно понять, что это за магазин. Взяли товар по той цене, которая указана на прилавке, а на кассе вам пробивают по другой стоимости – это также нарушение закона. Руководство магазина обязано продать продукт по цене, указанной на ценнике. Если вы столкнулись с несоответствием, то сначала следует обратиться к администратору товарной точки и попросить вернуть разницу в сумме. Если в устной форме не удается этого сделать, потребитель обязан написать письменное требование. В свободной форме на имя директора магазина от своего имени заявление. Описывается факт, когда, в какое время был куплен товар, по какой цене и что было пробито в чеке. Если после этого магазин отказался удовлетворить ваши требования, тогда следующий шаг – обратиться в Роспотребнадзор с письменным заявлением. Администрация Сарова помогает жителям в консультировании по подобным спорным вопросам. Вы можете обратиться к консультанту Департамента экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства по телефону 3-30-58. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.